Государственный академический большой театр – достояние всей России. Его искусство основано на русской культурной традиции, его здание давно стало общенациональным символом. Это величественное сооружение служило храмом культуры более полутора веков. За прошедшее время оно успело обветшать, его фундаменту угрожали грунтовые воды. Дальнейшая эксплуатация угрожала безопасности и зрителей, и актеров. Устарело и сценическое оборудование. Оно уже не соответствовало потребностям нового тысячелетия. И в июле 2005 года театр был закрыт на реконструкцию. Она предусматривает сохранение и исторического здания, и исторической сцены. В то же время после окончания всех работ Большой театр станет самым технически оснащенным предприятием культуры в Европе. Его сцена будет в полной мере оснащена всей современной театральной механикой. В целом вес всего оборудования оказывается весьма значительным. И перед проектировщиками встала задача – как вписать его в хрупкую историческую оболочку. Для того, чтобы уберечь старые кирпично-ограждающие конструкции от избыточных нагрузок, сценическую часть театра решено оборудовать дополнительным каркасом. Он состоит из металлических опор, фундамент которых базируется на буронабирных сваях и конструкции перекрытия. Последние включают в себя подстропильные и стропильные стальные фермы. Естественно, все металлические конструкции должны отличаться особой надежностью. Технические допуски тут достигают минимальных величин. Требуется беспрецедентная точность – до миллиметра. Поэтому изготовление несущих ферм сценического каркаса поручили европейскому поставщику решения из металла – компании «Руки». Сегодня «Руки» – это годовой оборот в 3,7 миллиарда евро. 13 тысяч человек, работающих на различных предприятиях, и 23 страны, охваченные влиянием фермы. Акции «Раута Руки» котируются на хельсинской фондовой бирже. В настоящее время «Руки» занимается поставками компонентов, систем и интегрированных систем для строительства и машиностроения. При этом большое внимание компания уделяет растущим рынкам Восточной Европы, Украины и России. Сегодня, с одной стороны, компания предлагает лучшие образцы мирового европейского опыта в строительстве, а с другой, при производстве учитываются все климатические особенности России. Продукция компании полностью соответствует всем существующим отечественным строительным нормам и правилам. Решения, разрабатываемые «Руки» на основе металла, рождаются в тесном сотрудничестве с клиентами. Специалисты фирмы решают все задачи своих заказчиков, как свои собственные, основываясь на огромном опыте и мастерстве профессионалов концерна. Стратегия компании, направленная на стремление стать предпочтительным поставщиком решений из металла для строительства и машиностроения, послужила почвой для приобретения корпорации компании «Вентал». Это бесспорный лидер российского рынка металлоконструкций для строительства. Конечно, одним из самых знаковых объектов последнего времени стал Большой театр. Сегодня сценическая часть театра почти полностью разобрана. Там, где положено находиться крыши, проплывают настоящие, а не бутафорские облака. А место прима-балерины заняло огромный кран, самый большой в Российской Федерации. Он вершит свой впечатляющий танец, перемещая огромные тяжеловесные конструкции на место монтажа. Это действие служит завершающим аккордом не менее феерического спектакля, который происходил на совсем другой сценической площадке. Там, в современных цехах завода «Руки» в Обнинске, и были созданы грандиозные металлические конструкции, которым предстоит нести на себе нелегкое бремя современных сценических механизмов. А они будут впечатляющими. Верхняя механизация сцены предусматривает размещение 72 подъемов для декораций. В эту же систему включены полетные устройства для перемещения в воздухе артистов и различной бутафории. Таких подъемов в театре будет 100. Сцену планируется оснастить главным занавесом, который сможет открываться по трём классическим схемам. Он будет работать как подъемно-опускной, раздвижной и открываться по диагонали. За главным занавесом установят акустический занавес. Он призван приглушить рабочий шум во время перемен декораций. Сценическое пространство оборудуют специальными современными устройствами для размещения осветительных приборов, аппаратуры для спецэффектов и акустики. Сцену также оснастят системой автоматического пожаротушения, в которой главную роль играет пожарный занавес. Система дымоудаления будет отвечать за автоматический подъем части кровли с тем, чтобы дым беспрепятственно ушел со сцены. Сотворение стропильных и подстропильных ферм для Большого театра потребовало от специалистов Рууки немало усилий. Хотя выполнять ответственные заказы им не впервой, однако этот проект был во многом уникальным. В частности, профессионалам пришлось решать проблему транспортировки конструкций внутри цеха. Ведь по задумке проектировщиков, сборка ферм полностью осуществлялась в заводских условиях. При этом конструкции запроектированы как весьма тяжеловесные и габаритные. Вес стропильных ферм достигает 44 тонн, а высота более 7 метров. Каждая из восьми подстропильных ферм весит 36 тонн, а их высота составляет 5,5 метров. Поэтому инженерам завода пришлось придумать особое устройство, на котором и происходила сборка и транспортировка конструкций внутри цеха. Конструкции сделаны из стали толщиной 45 миллиметров. Для изготовления ферм сценической части театра применена специальная сталь, которая позволяет изготавливать конструкции наиболее экономичным способом. Перед обработкой все сырье прошло проверку в лаборатории завода. Затем оно было подготовлено к работе с помощью современного голландского оборудования. Подготовку пришлось проводить особенно тщательно, включая операции механической обработки, из-за того, что для изготовления конструкций использовался стальной лист большой толщины. Затем мощные листы стали превратились в заготовки, пройдя операцию плазменной резки. Следующим шагом в сотворении конструкций стала их сборка. По результатам тестирования была отобрана пятерка лидеров, которые выполнили все работы по сборке конструкций для Большого театра. Когда их труд был завершен, конструкции были тщательно очищены от брызг металла. Ведь основополагающим принципом работы завода является ориентация на безупречное качество и функциональную эстетику всей продукции. И в этом смысле процесс изготовления конструкций для Большого театра отнюдь не стал исключением. На последнем этапе работ подготовленные, отшлифованные фермы были покрыты специальной защитной краской. Окраска производилась на современном автоматическом оборудовании. И вот изделия уже готовы покинуть пределы цеха. Вывоз ферм производился через ворота, которые были сделаны специально для этого заказа. Для этого в стене цеха прорублен проем размером 6 на 8 метров. Изделия перегружались на складскую площадку с тележки, на которой происходил процесс их рождения с помощью трех 25-тонных кранов. А затем наступил черед транспортировки. Сначала мощный кран, оснащенный специально сконструированной траверсой, спроектированный и изготовленный в цехах завода, осторожно переносил каждую из конструкций с площадки на трейлер. А потом они в сопровождении сотрудников ГИБДД отправлялись на место постоянной прописки – в Большой театр. Там они еще не раз сыграют свою благородную роль атлантов, поддерживая удивительное, волшебное сценическое небо театра. И зрители, наслаждающиеся всеми чудесами сценической механики, будут рукоплескать и мастерству профессионалов компании «Руки». Компания «Руки» всегда ориентируется на качество и надежность. Активно участвует в росте и развитии отечественного строительного рынка. Команда профессионалов заинтересована в успехе бизнеса каждого из заказчиков. Редактор субтитров А.Семкин